Друзья мои, дорогие мои, хочу поздравить вас всех с Новым годом. Вот в этом прогнозе, который я сейчас сделаю, это уже прямо запах Нового года. Это прогноз на неделю с 30 декабря по 5 января. Это то время, когда мы все будем готовиться к Новому году, покупать подарки, ставить ёлки. То есть это такое предпраздничное уже настроение, что просто-напросто мы уже далеко-далеко в празднике. Итак, Овен. Прогноз с 30 декабря по 5 января 2020 года. Ну, во-первых, Овнам грозит поездка куда-то встретить Новый год. Это может быть какая-то вечеринка, это может быть какой-то круг очень значимых для вас людей. Не отказывайтесь, не прикрывайтесь какими-то семейными обязанностями. Уезжайте и набирайтесь новых сил. Вы заслужили, вы заслужили вот этот маленький праздник, то есть этот бал для вас. Социальные вопросы, которые у вас накопились, возможно, которые, возможно, где-то даже не то, что накопились, а даже ещё не рождались, поверьте, Вселенная их решит. То есть это будут некие сюрпризы. Вам удастся завязывать знакомства, знакомиться с людьми, которые вам нужны по карьере, просто по каким-то социальным вопросам. Ну и вообще достаточно такая неделя интересная. Дома вы не усидите, вас ждут некие такие открытия, какие-то подарки, какие-то знакомства. Очень-очень много всего-всего хорошего. Во-первых, все люди, которые будут находиться в вашем окружении или будут встречаться вам на пути, это будут люди неких общих интересов. Ну, а почему и нет? Новый год, правда? И общие интересы какие? У всех одни надежды, у всех одни чаяния. И друг другу желаем здоровья, счастья, достатка, благополучия. Что касается любовных каких-то, личных таких отношений, партнерских, то, конечно же, вас заметят, вы будете пользоваться авторитетом, как дамы, таки кавалеры. Поэтому в браке вы, не в браке вы, вы будете востребованы. Вы будете как принц или золушка на балу. Понравится ли это искренность, скажем, или же вот такая востребованность, наверное, вашей половинке или окружающим, поверьте. Всё будет весело, с чувством юмора, с толком, с шампанским, с оливье после Нового года и с новогодними хлопотами. Поэтому Новый год, он даёт некую такую надежду на новые свидания, на какое-то устройство личной судьбы. Ну и, конечно же, будут возможности и даже подарки именно завести какие-то новые интересные знакомства. Для овнов вот именно всё, что касается социальной какой-то сферы. Но даже вот карьера, она всё равно будет где-то здесь витать в облаках, скажем так, в разговорах, может быть. Ну что, мои овны, с Новым годом! Я хочу пожелать вам в 2020 году спокойствия, чтобы ваша нервная система не была разбалансирована, чтобы вы больше отдавали тепла, чтобы вы не обжигали людей, чтобы вы повернулись к социуму лицом, а не боком, потому что уж больно много от вас такого тепла исходит, иногда такого даже смесь агрессии с пожаром. Я хочу... Не растрачивайте свою энергию, и я хочу вам пожелать оставаться мягкими, тёплыми и счастливыми. Удачи! Телец, тельцы. Ну что, Новый год принесёт много каких-то изменений. Во-первых, я хочу сказать, то ли прекратится, то ли каким-то образом изживёт себя какое-то старое, такое, знаете, замшелое дело, которое вы должны были закончить. Что касаемо работы, то, конечно же, будет у вас время и возможности познакомиться с интересными людьми, с людьми, которые будут способны вам помочь в продвижении по службе и повышении зарплаты. Я так предполагаю, что это может быть какая-то корпоративная вечеринка, или же где-то в общем кругу у вас будут единомышленники. Проверьте свои достоинства именно в этом направлении, несмотря на вот эту такую праздничную атмосферу, мишуру. Смело начинайте новые дела. Да, мои хорошие, вы можете вот буквально уже с 30 декабря строить какие-то планы, проекты. Ну, чего уж, греха-то и год был для вас сложным. А тем более, что у вас сейчас ещё в знаке находится уран, и, конечно же, он вам не даст покоя. Он будет вас прямо выталкивать из-за стола, брать лопату и идти работать. Ну, что делать? И это тоже надо. Появятся деньги, это тоже неплохо, особенно с 30 декабря 19 по 5 января 2020 года. Кто ж откажется от денег, правда? Вы можете, конечно, подумать, придумать, скажем так, куда эти деньги вложить, потому что это деньги будут... Я бы не сказала, что это деньги лёгкие или халявные, но, по-видимому, кто-то где-то вернёт какой-то долг. Я хочу сказать, что, может быть, вы о нём уже и перестали думать, потому что как бы очень долго человек собирал. А нате вам сбылось. Ну, покупки будут, конечно же, тоже красивыми, добрыми, яркими, удачными. Неделя с 30 декабря по 5 января 2020 года, конечно же, это такой период неких спокойных созерцаний. Это можно отдохнуть и на диванчике полежать, можно и в гости сходить. Ну, я не говорю о Новый год, это вне конкуренции. Вы будете заботиться о каком-то, как бы вам сказать, домашнем уюте. Возможно, где-то будете какой-то порядок наводить ещё. Ну, и украшать, конечно же, своё жилище. Одинокие тельцы могут познакомиться с кем-то, могут вспомнить каких-то старых людей, друзей. Они просто могут вернуться. Возможно, они поздравят в новогоднюю ночь, и этот звонок у многих тельцов может быть судьбоносным. Новогодняя ночь охотно будет такой, охотно будет с вами, скажем так, встречать Новый год. Вы будете ей нравиться, вы будете ей нужны. Я о новогодней ночи. Поэтому встречайте Новый год, стройте новые планы, будьте позитивными. Избавляйтесь от низких программ, от ненависти, зависти, мести. Отгоняйте всё это, мы вступаем в новую эру, и у вас намечаются очень интересные времена. Да, порой будет сложно, потому что уран, он способен устроить бурю в стакане воды. Я вам желаю, чтобы это вас обошло стороной, чтобы близкие ваши были здоровы, чтобы они были любимы, чтобы они были счастливы и чтобы вы были востребованы вместе с ними, чтобы вы никогда и нигде ни в чём не нуждались и не были одиноки. Удачи! Близнецы, мои хорошие, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам всего самого хорошего. Ну, а неделя с 30 декабря 19 по 5 января 20, конечно же, это будет неделя чудесная. Это настолько интересный, красивый будет период, будет много каких-то выгодных предложений. Ну, празднование новогодней ночи, это не просто будет какая-то пьянка очередная или же единственная в этом году, но это будут открываться некие горизонты. Вы будете составлять планы, которые, конечно же, будут касаться вашей карьеры и вашего благополучия. Смотрите не просто в оба, а вообще на 360 градусов, потому что, так как показывает вообще гороскоп вот на эту неделю, о которой мы говорим с 30 декабря по 5 января, то возможности могут быть большие. Появляются возможности использовать некую секретную информацию. Где-то что-то к вам приплывет, то есть, вот понимаете, как я говорю, сорока на хвосте принесет, и эта информация будет очень кстати. Отношения, любовные дела, все будет развиваться в том русле, в каком должно быть. Все будет празднично, спокойно, немножко суматошно, возможно, где-то и, скажем, с каким-то неудовлетворением, потому что будет очень-очень много дел. Новый год уже на пороге. Не стесняйтесь делать друг другу подарки, особенно своему партнеру, партнеру по браку. Ваш партнер, я говорю о партнере близнецов, конечно же, он сделает вам шикарный подарок. Даже если вдруг он будет, может быть, это будет не лабринджини, например, розового или серебристого цвета, для женщин розовый, для мужчин серебристый или черного цвета. Но, поверьте, это стоит того, чтобы принять подарок таким, каков он есть, и ему порадоваться. Ну что, люди вашего знака, которые в какой-либо форме где-то, может быть, находятся в... Знаете, как бывает такое вот время, полустаночек, когда надо немножко задержаться. Это может быть учеба, это может быть какой-то вынужденный отпуск профессиональный. Возможно, это отсутствие работы, ну, всё, что хотите, может быть. Самое главное, что 2020 год, он даст возможности, но он даст возможности только тем людям, которые всё-таки являются духовными. Что касается близнецов, хочу вам, мои хорошие, пожелать, чтобы вы были цельная натура, чтобы вот второй близнец, он не останавливал вас, не тормозил, не, не, как бы, знаете, как, не предлагал полежать на диване. А, что мы сегодня будем спортом заниматься? Ты что, дура или дурак? Давай лучше отдохнём. Блокируйте, блокируйте этого лентяя и живите на полную катушку. Я хочу сказать, многих близнецов ждёт брак. Личные отношения, конечно же, в целом будут претерпевать праздничное настроение. Может быть, всё, как говорится, от рюмки до какого-то упрёка, но это Новый год. Поэтому обсуждайте, настраивайтесь, наряжайте ёлку, покупайте подарки, ходите в гости и будьте, пожалуйста, счастливы. Удачи! Раки! Ну что, мои хорошие, хорошее время, очень хорошее, Новый год на пороге. Вам удастся достичь согласия с вашими близкими людьми, с людьми, с которыми вы проживаете вместе, с которыми вы работаете, с которыми вы общаетесь, потому что Новый год, и он создаст вот такие допропорядочные отношения. Ваш мыслительный процесс будет работать в позитивном плане. Постарайтесь вот это чувство сохранить вот такого вот добра, красоты. Протяните руку помощи, примирения, то есть всем, с кем где-то, может быть, были какие-то недомолвки. Может быть, были какие-то обиды. Ведь очень много мы сами всего выдумываем, а это не стоит того. Что касается работы, то многие раки могут получить некое новое профессиональное предложение. Оно может быть или оказаться слишком интересным, или может оказаться, скажем таким, ранее вам неизведанным. То есть это может быть некая другая профессиональная сфера. То есть все то, о чем вы подумаете именно в этот период, начиная с 30 по 5 января, а это именно, знаете, вот земля трясется, Дед Мороз на своей тройке лошадей мчится и просто из мешка выбрасывает, знаете, такие вот маленькие коробочки с золотистыми бантиками, которые надо только потянуть, и наши мечты сбудутся. Поэтому, конечно же, конечно же, мечтайте, мечтайте, пишите планы, пишите записки. Хотите, жгите их и бросайте в шампанское и выпивайте. Хотите, прячьте их где-то далеко, и потом в конце года посмотрите, что сбылось, что не сбудется. Как показывает вообще ваш гороскоп на 30 декабря и по 5, ну, с 30 по 5 января, это очень хорошая неделя, чтобы, может быть, обсудить, построить какие-то планы, финансовые какие-то, закрыть дырки или, может быть, наоборот, сэкономить. Всё-всё это надо решать. Ну, я хочу сказать, что Юпитер, планета счастья, он посетит вас на этой неделе и позаботится о том, чтобы вы в Новый год не просто были счастливы, а чтобы вы почувствовали, что всё-таки жизнь продолжается. А для вас, раки, это очень важно. Личная жизнь не найдёт вообще никаких препонов, никакого беспокойства не будет. Личная жизнь будет, знаете, такой спокойной, размеренной и бурно насыщенной. Вот как-то так. Что касается одиночества раков, то нужно, конечно же, проявить внимание, прежде всего, к тем, кто вас окружает. Поднимите глаза, посмотрите. Вокруг вас так много людей, которые так же одиноки, как и вы, но вы почему-то их не видите. Так что вот этот вот таинственный какой-то новогодний вечер, именно таинственный новогодний вечер, он может спровоцировать вас на какой-то, возможно, роман или же на какую-то интрижку. Я думаю, что это стоит того. Самое главное, будьте, пожалуйста, позитивны. Не ждите, чтобы вас заметили. Выходите на полтора шага вперёд. Не прячьтесь за кого-то. Не обижайтесь. Не, как сказать вам правильно, не цепляйтесь за прошлое. Идите вперёд, и всё будет хорошо. Я вам желаю здоровья. Я вам желаю такого безмерного, позитивного настроения, которое создаёт счастье. Пусть у вас всё будет хорошо. И пусть в вашем доме или в вашем болоте, потому что раки всё-таки это болотные, скажем, как же вас назвать, рыбами вас не назовёшь, а в биологии я несколько слаба. Поэтому ваше вот это море пусть никогда, никогда не будет хмурым. Пусть всегда в него заглядывает солнышко. Удачи! Львы, мои дорогие львы, с Новым Годом! С 30 декабря по 5 января 2020 года. Ваш прогноз. Я хочу сказать, что вы немножко, конечно же, будете чуть расстраиваться. Что-то где-то не совсем устроит. Возможно, где-то какой-то осадочек. Не пускайте в своё сердце никаких тёмных ноток настроения. У вас всё-всё хорошо. В глубине сердца вам всё. Некоторые говорят, что будет не нравиться. Я думаю, что всё будет нравиться. Но не всё иногда. Может быть, оливье не так будет вкусным, но шампанское точно будет прекрасным. Кто-то из вас как бы может слишком резко, может быть, повести себя в новогоднюю ночь. Ну, видите как, вот, ну, бывает такое. Но я хочу сказать, что веселитесь. Поставьте себе целью, что настроение никто и ничто не испортит. Не сдавайтесь, как я говорю, без боя курантов. Ваша интуиция будет работать на космических каких-то оборотах, на каком-то космическом топливе. И вы сможете выбраться из любой неприятной ситуации. Вот немножко этот вот период для львов, конечно, будет несколько энергетический, пойдёт какой-то спад, некое такое неудовлетворение. Поэтому надо немножечко каким-то образом себя приподнять. Вам будут приходить какие-то озарения. Вы будете строить всё-таки какие-то планы. Будут некие совпадения. Это всё вот на этой неделе. Возможно, вы не сможете где-то пережить человека, с которым у вас не совсем хорошее отношение. Дорогие мои львы, не надо его жрать на этой новогодней неделе. Пусть идёт он в свою саванну и там проживает вот эти семь дней. И дальше, как говорится, пусть ему будет всё хорошо. Ну, а у нас с вами Новый год. Поэтому неделя с 30 по 5 января, то есть 30 декабря по 5 января, она, конечно же, должна быть удачной. Это могут быть поездки у вас. Это могут быть люди, которые будут очень доброжелательны, весёлы и которые заботятся о вас, которые хотят с вами общаться, которые любят с вами общаться, которым вы интересны. Личная жизнь, конечно же, будет тоже бить ключом. Если вы приложите хотя бы чуть-чуть усилия, то всё-всё-всё переменится. Проблема в том, что вот эта неделя будет несколько энергетически ослаблена, и вам придётся каким-то образом поднимать свой вот этот вот энергетический статус. Ну, что делать? Что делать? Значит, ваши усилия, ваше здоровье, ваша вот эта вот энергетика, она придёт после Нового года, через неделю. Ну, а в целом я хочу вам пожелать, чтобы вы приняли меры предосторожности по состоянию здоровья, чтобы вы не заболели, и пожелать вам здоровья, удачи. Очень хочется, чтобы у вас всё сложилось, как говорится, камильфо, а будет всё так, как мы с вами захочем. А мы с вами хочем, как или хотим. Мы хотим, чтобы всё было хорошо. Удачи, мои хорошие. Дева, дева, девушка моя, вообще неделя прекрасная. Это предчувствие праздника. Вы будете гоняться, как бы догонять деньги, то есть зарабатывать каким-то образом. Даже вот если я скажу, что бумажка полетела, и её вдогонку за ней побежала дева, это точно, я не ошибусь. У дев будет много каких-то работы, каких-то обязанностей, какие-то интрижки на работе могут быть. Ну и, конечно же, празднование Нового года на самой работе. Можете рассчитывать на какие-то знакомства, на какие-то подарки помимо Нового года. Это однозначно вас заметят, вас отметят. Более того, у вас найдутся люди, которые захотят вас поздравить, что мужчин, что женщин. Ну и, конечно же, повернитесь людям, у которых, может быть, не так всё хорошо, как у вас. Проявите добро, понимание, уважение. Ну, не речите на них. Ну, а Юпитер и Меркурий – это, конечно, шикарные две планеты, которые дадут всё, что вам необходимо. Они вам дадут, скажем так, или окажут внимание, благодаря им вас заметят, благодаря им вас одарят некими подарками, и вы будете себя чувствовать счастливыми. Что касается начальства, то, конечно же, будет некое такое, может быть, премия, может быть, какая-то благодарность, может быть, денежная премия. То есть всё-всё идёт к вам вот так вот, прямо с распростёртыми объятиями. Личная жизнь тоже будет бить ключом, будут некие сюрпризы. Ну, а почему нет? Новый год, подарки – это всё нормально. От вас требуется только одно – хорошее настроение и хорошее здоровье. Особенно, если вы уже чувствуете, вот-вот Новый год, вот-вот-вот, надо предаться вот этому празднику и в нём утонуть. Главное – не заснуть в саму новогоднюю ночь. Ну, кто-то до сих пор из вас ещё одинок, поэтому надо обратить внимание прежде всего на тех, кто с вами рядом. Возможно, вы куда-то пойдёте, в какие-то гости, может быть, где-то гулять будете. Обратите внимание на тех, кто вас окружает. Вот эта, как бы, рекомендация звёзд, она на сегодняшний день очень актуальна для всех знаков зодиака. Поэтому, если вы ещё один или одна, значит, ваша половинка, ваш партнёр, он буквально вот эту неделю будет где-то бегать, то с ёлкой, может быть, то с шампанским, то ещё с какими-то продуктами. Ну, а нам-то что с вами надо? Нам это и надо. Ну, за вами будет сложно другим знаком зодиака успеть, потому что у вас слишком будет такая скорость вселенной, да, ну, и искушений, и каких-то подарков, и желаний будет очень много. Девы мои, дорогие мои, я желаю вам здоровья, я желаю вам успеха, я хочу, чтобы у вас вот этот 2020 год и кусочек 2019 года был незабываемый, чтобы у вас всё-всё было хорошо, чтобы вы были на пятёрочку. Будьте, пожалуйста, здоровы и максимально счастливы удачи. Весы. Ну, у весы Новый год вот-вот уже, а вы уже в хорошем настроении, вы его уже ждёте. Весы – знак воздуха, вы уже предчувствуете, вот там где-то звон кареты, Дед Мороз на тройке лошадей несётся, да? О, весы всё чувствуют. Но я думаю, что организованности вам и пунктуальности не занимать. Вы всю неделю будете рассчитывать на себя, на свою половинку и будете стараться заканчивать дела. Это и дома, и на работе, да ещё и друзей много, да? Да ещё и знакомых. И надо со всеми, если не встретиться, то хотя бы решить какие-то вопросы. Это могут и домашние какие-то вопросы. Это и работы, карьеры. Планеты, конечно же, вас и Вселенная не оставят без поддержки и забот. Они вам помогут составить такой шикарный план отдыха, мероприятий. То есть на всё, на всё у вас должно хватить времени. Ну и, конечно же, денег. Если вы не будете злоупотреблять, держите чашу весов на уровне. И всё будет хорошо. Это хорошее время для карьеры, для профессионального успеха. Поэтому стоит, несмотря на всю вот эту застольную, праздничную, новогоднюю суматоху, суету, появиться на глаза или же на ясные очи начальству. Может быть, подарите ему какую-то крыску, да? Такой маленький магнитик или ещё чего-то. Заодно и будет шанс поговорить, а может быть, и намекнуть о повышении. Но осторожно. Если вам начальник давал это обещание, то стоит каким-то образом, может быть, в шутливой форме, может быть, в поздравительной какой-то речи об этом сказать. Не откладывайте эти встречи, не откладывайте эти разговоры, потому что для вас это важные разговоры. Это показывает даже вот именно вот эта неделя астрологическая с 30 декабря 19 по 5 января 20. Это некий такой, знаете, как пенал, где вот всё в таком закрытом пространстве всё делается, да, и должно всё приходить к какому-то такому логическому завершению. Ну, а Вселенная, конечно же, находится рядом, и она вас поддерживает. Конечно же, велик шанс получить у вас некие дополнительные деньги. Это могут быть премии, это могут быть какие-то подарки, это могут быть даже какие-то выигрыши. А почему нет? Личная жизнь спокойная, всё может, скажем так, исполняться, налаживаться. Какие-то недомолвки будут стёрты самим праздником, и предчувствием вот такого вот хорошего праздника. Возможно, к вам гости придут, возможно, вы куда-то пойдёте в гости, но именно неделя с 30 декабря 19 по 5 января обещает быть очень-очень хорошей. Новый год, ну, вы, конечно же, будете отдыхать, будете веселиться, будете развлекаться, будете соблазняться и поедать всё то, что приготовили. Ну, а я со своей стороны удаляюсь. И желаю вам здоровья, желаю вам счастья, желаю вам удачи. И я хочу, чтобы весь, не только вот эта неделя, а так как эта неделя попадает в 31 и переходит уже на будущий год, я хочу, чтобы весь год у вас не было повода для грусти, для расстройства, чтобы вам хватало сил, энергии и денег, и чтобы вы никогда, никогда не были одиноки. Удачи! Скорпиончики, вы мои хорошие скорпиончики. Всё хорошо, мы уже у финиша. Вселенная обещает вам много таких мероприятий, на которых можно повеселиться. Может быть, это какие-то дискотеки, может быть, это какие-то корпоративные, увеселительные такие развлечения. Для вас будет эта неделя таким, знаете, знаковым, лакомым кусочком, куда можно пойти и просто забыть, если есть даже какие-то проблемы. И вообще, какие проблемы? Готовьтесь, готовьтесь, скорпионы, к Новому году. Без вас никак. Ваши огромные вот эти глаза зелёные, они вот так подходят к Новому году. Находите больше времени для людей, для родственников, для семьи, для соседей. Может быть, для каких-то друзей. Звоните, звоните уже. Вот, пора, пора, пора. Звонить и поздравлять всех с Новым годом. Вот это тяжёлое время, как бы там ни было, оно уже будет уходить. Настраиваемся на позитив. Тем более, что вы можете рассчитывать на какие-то бонусы, как в сфере карьеры, так и в семье, среди родственников. Почему нет? Ведь если кто-то к вам придёт в гости с бутылкой коньяку, это тоже хороший бонус, согласитесь. Так что всё будет хорошо. Ну, а если вы ещё и работать будете, то, конечно же, вы ещё получите выгоду, благодарность. И всё это будет именно благодаря вашему такому трудолюбию, вашему позитиву и вашему профессионализму, конечно. Сможете решать любые вопросы, но вопросов сложных не будет. Может быть, единственное, что сложно будет тем скорпионам, которые являются хранителями бухгалтерии. Это бухгалтера, это экономисты, это руководители. У них немножко будет конец года таким, скажем так, нервно переходящим, потому что заканчивается год, это банки закрываются, вот это всё. Тут немножко может, конечно, быть, создать некую такую суматоху, но зато, но зато с каким чувством собственного достоинства вы можете сесть 31 декабря за стол и проснуться 1 января и отдыхать дальше по 5 января. Всё будет хорошо. Неделя для личной жизни – это успех, это некая востребованность, то есть вы понимаете, люди будут доброжелательны, будут улыбаться, будут желать друг другу здоровья, счастья, успехов, как правило, люди желают то, чего сами хотят, потому что есть такой, знаете, алый верды, а получите обратно. Что касается одиноких скорпионов, скорпиончики, вы вот просто вот так по щелчку можете познакомиться со своей какой-то половинкой, какой-то половинкой, потому что или мужчина, или женщина, и, конечно же, это может быть далеко не мимолетный флирт. Всё будет зависеть от вас. А я от вашего интима удаляюсь и хочу пожелать вам здоровья, удачи. Я хочу сказать, что вы очень интересный и сильный знак. Вы знак, знаете, такой затуманенный, там где-то далеко со своими знаниями, и вы вот это всё перевариваете, вы в этом всё варитесь, всё это несёте потом в социум. Так вот, я вам желаю, чтобы у вас не было тёмных ночей, чтобы у вас не было грусти в этой ночи, если это ночь, то вы спите, и спите вы не одни, чтобы новогодняя ночь и вообще вся жизнь в 2020 году была чудесной, была такой же зеленоглазой, но без всяких пятнышек, без каких-то недомолвок, чтобы вы никогда и ни в чём не нуждались, чтобы у вас всегда хватало позитива, здоровья, денег, и чтобы вас любили, и чтобы вы были любимы. Удачи! Стрельцы. Ой, какая хорошая у вас неделя с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Всё есть. Силы хватает, энергии хватает. Вы заряжены на, знаете, на такое празднование этого Нового года, и для вас даже неважно застолье, то есть там, может, коньяк, виски, шампанское, компот, неважно что, у вас чёткие есть планы на следующий год. Что касается работы на неделе, именно на вот этой неделе, с 30 декабря 2019 по 5 января 2020 года, то всё будет просто камельфо. Вы даже, знаете как, вы просто даже заранее всё сделаете, всё выполните, и даже вот какого-то лени, лени какой-то, или предчувствия, или вы даже не поддадитесь вот этому праздничному настроению, вы будете работать, и вы всё-всё успеете. Единственное, хочу вас попросить, не берите каких-то дополнительных заданий, может быть, дополнительную какую-то работу, особенно на начало Нового года, потому что вот Новый год, и вот именно 2020, да, две двойки, два ноля, четвёрка, это некое обнуление, это прежде всего некая домашность пойдёт, семья отдельно, страна, то есть в целом тоже, поэтому будет лежать ваша дополнительная работа, как говорится, и грустить где-то далеко-далеко от праздничного стола, от подарков и ёлки. Не надо, вы будете поглощены именно праздниками. Ну, я хочу сказать, удовольствие вы получите, потому что и друзья будут, и родственники будут, и какие-то поездки могут быть, вы даже сами можете куда-то поехать, некоторые уже планируют. Единственное, что не забудьте посетить мой канал и посмотреть, как обстановка складывается в других странах. В Турцию ехать не надо, там достаточно сложная обстановка. Всё, что вы будете делать, конечно же, вы будете делать это с энтузиазмом и с таким, знаете, запалом. И те, кто с вами будет ваша вторая половинка, ваши гости, они легко вам поддадутся. И грош вам цена, если вы уснёте за новогодним столом. Этого не будет. Что касается одиноких стрельцов, то новогодняя ночь, опять же, как всем знаком зодиака, она даёт некую такую интригующую встречу, какое-то, может быть, знакомство. Обратите внимание на тех, кто рядом с вами. Возможно, сидит за новогодним столом, возможно, где-то стоит в троллейбусе в этот период с 30 декабря 2019 по 5 января 2020 года. Может быть, где-то в новогоднюю ночь, где-то под ёлочкой. И поверьте, ничего страшного, что эта судьбоносная встреча в новогоднюю ночь может быть слегка под шофе. Новый год! Новый год, стрельцы! Так что год может быть для вас и должен быть спокойным, уравновешенным. И я бы даже сказала слишком, потому что вы умеете или же сможете его так организовать, что будет всем весело и в то же время спокойно. А я со своей стороны оставляю вас на вот этом вот рубеже 2019 года и так, знаете, легонько вас отправляю в 2020 год. Я хочу вам пожелать здоровья, я хочу вам пожелать мира, я хочу вам пожелать, знаете, такого спокойствия, чтобы ваш внутренний мир был спокоен, чтобы ваша нервная система, психосоматика не была разбалансирована. Успокаивайтесь, у вас всё будет хорошо. Единственное, что весь 2020 год налаживайте. После, наверное, праздника всё-таки придётся весь год трудиться над отношениями. Но это всё будет хорошо. Я желаю вам, чтобы вы были здоровы, чтобы вы были счастливы, чтобы вы никогда и ни в чём не нуждались, и никогда не были одиноки. Удачи! Козерожки, вы мои козерожки. Ну что, Новый год, Новый год. Неделя вот с 30 декабря 2019 по 5 января 2020 это чудесная неделя. Несмотря на то, что у многих козерогов застой будет в денежной какой-то, возможно, сфере, где-то что-то будет не совсем ладиться, особенно козерожки, которые проживают третью фазу 12-летнего цикла, ну, друзья мои, у вас начинается новый период. Точно так же вот это 12, 24, 36, 48, 60 и так далее. У вас начинается новый, новый период, особенно у козерогов. Он у всех знаков зодиака начинается, но для козерогов это особенный год. Это особенный год, потому что будут, конечно, даны возможности. Будут даны возможности во всех сферах. Самое главное, не упустите их. У вас могут быть безумные поездки, приключения. Знакомые будут просто восхищаться вами, а скорее завидовать. Стоит, конечно, куда-то съездить, возможно, поменять какие-то планы, может быть, менять обстановку. Но я хочу сказать, что это такое время, еще парад планет, да, 26 декабря, и он плавно переходит в ваш знак и идет дальше январь месяц по 11. Я бы, конечно, рекомендовала это все отметить в кругу семьи, заняться домом, навести порядок дома везде, кругом, да, может быть, елку нарядить, не может быть, а надо нарядить елку. Но по-любому оказаться рядышком с домашними людьми, которым нужна поддержка и опора, потому что мы без вас никак. Но самое ужасное, что вы как бы несколько приустали, и требуется некая такая, знаете, перезарядка. Ничего страшного. Вы отдохнули на прошлой неделе, а сейчас с 30 декабря по 5 января. Пожалуйста, вперед, отдыхайте, стройте планы, созванивайтесь, поздравляйтесь, отдыхайте. Что касается конца недели, то есть это уже в новом году, то, конечно же, вы будете получать какую-то информацию, которая будет вам интересна, но вы ее можете, к сожалению, пропустить. А она может привести вам какие-то финансы. Что касается личных отношений, то Юпитер Забиака, он вас не оставит. Юпитер – это планета счастья. Он, конечно же, позаботится о вашей удаче и может найти или же предложит вам какую-то подходящую компанию. Самое главное, чтобы эта компания была энергетически вам приемлема, потому что если там будут пить, а вы не пьющие, или наоборот, вы пьющие, а там не пьющие, то вы будете выглядеть несколько не комильфо. Козерожки, год чудесный. Единственное, что снимайте вот эту хмурую маску, здоровье будет в норме, им просто надо заниматься, надо избавляться от вредных привычек, надо стараться больше открываться, больше позитива. Вы же проживаете свою жизнь и будете 2020 год проживать так, как вы хотите, так, как вы планируете. Гоните, гоните всю психосоматику, гоните хмурые мысли, не бойтесь, выходите. Вы же козероги. Ну, а я удаляюсь. Я хочу вам пожелать здоровья. Я хочу вам пожелать удачи. Она вам очень нужна. И здоровья, и удачи. Я хочу пожелать вам хороших, таких добрых, позитивных людей, друзей, преданных друзей, которые будут вам интересны, которые будут не вас использовать, а будут всячески пытаться вам помочь и что-то подсказать. Я хочу пожелать козерогам, чтобы они каким-то образом самореализовались в карьере, в семье, чтобы в социуме их замечали, потому что они стремятся к этому. Вы же хотите. Вы хотите славы. Вы хотите денег. Вы хотите всего того, чего хочет нормальный человек. Так, пожалуйста, просыпайтесь и выходите на пьедестал и заявите о себе. Смелее. Удачи. Водолеи. Водолеи. Ну, что, мои хорошие, эта неделя, конечно, будет такой, знаете, особенной, потому что вы почувствуете очень много каких-то советов, каких-то желаний вмешаться в вашу жизнь. И вы, конечно же, будете смотреть на людей, которые вас будут окружать, несколько, так, знаете, то есть они вам откроются с другой стороны. Что-то где-то понравится, что-то не понравится. Я думаю, что судить не надо. Все-таки Новый год. И вот вы как раз, водолеи, летящий ветер, пролетая мимо, кого-то заденете, и они захотят вам дать какой-то совет. А может, его стоит и послушать? Как вы думаете, водолеи? Подумайте. Ну, я думаю, что вы знак зодиака, и люди достаточно такие по-небратски, вы друзья хорошие, и вы можете спокойно даже выслушать. Ну, следовать, не следовать, это уже ваше личное дело. Вы можете эту неделю просто провести, знаете, как пролениться, грубо говоря, ничего не делать. Потому что, ну, опять же, лучше все-таки заняться делом, потому что вы можете влезть в какие-то дела, какие-то проблемы, где-то кому-то понадобится помощь, а вы тут как тут. Я думаю, что вам надо немножко поосадить. Вот проживите эту неделю спокойно, проживите ее так, как бы вы хотели, чтобы прошел у вас 2020 год. Время, конечно же, и пришло, как бы, изменить вашу жизнь. Возможно, в карьере могут быть какие-то изменения, но это все будет потом. Сейчас гороскоп говорит, что неделя с 30 декабря 19 по 5 января 20, это канун нового года, и вы, конечно же, будете в прекрасном настроении. Личная жизнь будет зависеть от того, насколько вы сможете ее защищать. не слушайте, не давайте возможности никому вторгаться в вашу жизнь, гоните всех прочь, не трогайте моего мужа, не трогайте мою жену, не трогайте мою семью. Или же другой вариант я могу вам дать, разберитесь со своими грехами или со своими невзгодами, а у себя я сам разберусь. Но вы, конечно, резко сказать не можете, вы можете послушать, а когда вы слушаете, вы во всем этом можете найти рациональное зерно и, конечно же, может что-то где-то сломаться. Я думаю, что надо от этого отбиваться, не надо, чтобы на вас кто-то давил и кто-то воздействовал. Но, тем не менее, удача вас не оставит, все хорошо, вы любимчики своих половинок, ну и, конечно же, согрейте их теплым своим вот таким прикосновением, дуновением теплого ветерка. Воспользуйтесь возможностью куда-то сходить вдвоем, может быть, куда-то съездить. Ну, я не имею в виду заморские страны. Можно ведь съездить в другой конец деревни на велосипеде, в другой конец города на троллейбусе. Почему нет? Ну, что хочу сказать, что касается друзей, вот, может быть, родственников, я хочу сказать, что это хорошее время провести вдвоем со своей половинкой или же куда-то отправиться, может быть, в гости, а может быть, где-то просто тупо снять гостиницу и провести новогодний вечер там, в каком-то своем, может быть, городе, а может быть, недалеко, как я говорю, от своей деревни или от своего города. Но решать вам это ваши мечты, это ваши поездки, это ваши планы и это ваша жизнь. А посему я удаляюсь водолеи. Я желаю вам позитива, я желаю вам попутного, теплого, такого яркого ветра, чтобы он вас поддерживал, чтобы он не был слабым и чтобы вы никогда ни в чем не нужнались. Чтобы у вас были друзья, друзья были толковые, которые не лезут в вашу личную жизнь, которая вас не вовлекает в какие-то интриги ради того, чтобы, скажем, поддержать их, а чтобы они понимали и несли вам добро. И чтобы ваш кошелек и ваш дом был всегда полной чашей. А здоровье чтобы было через край, чтобы вы могли вообще на него не обращать внимания. Удачи! Рыбки! Ой, мои золотые рыбки! Ну, несмотря на праздник, конечно же, будут потери, будут потери, денежные потери, потому что вы будете тратиться, причем тратиться, как-то вот так вдруг будут уходить деньги, вы уже потратились на Новый год. Ну и что? Ничего страшного, Новый год, Новый год, надо сосредоточиться на вопросах, скажем, сбережения бюджета все-таки, на вопросах прибыли, каким-то образом посчитать свои финансовые вот эти источники, которые приходят. И, конечно же, надо включать режим экономии. Неделя будет неплохой, какие-то совещания профессиональные, какие-то могут быть небольшие проблемы, но это только потому, что Новый год все крутится, все вертится и все очень-очень быстро. Вы все время попадаетесь на глаза, потому что куда начальник не пойдет, везде вы, потому что вы во все стороны, вас две, одна рыба в одну сторону, а другая в другую. Но Новый год идет, стол у вас будет накрыт, никаких неприятностей каких-то таких вот не ожидается, но я хочу сказать, что даже если будут какие-то неприятности или какие-то недомолвки, то кто-то вам поможет или же подскажет, но в любом случае вы сможете себя защитить от неприятностей. Вы живете так, как вы думаете, как вы планируете, как вы работаете со своим мыслительным процессом. Новые дела придут, конечно, но они придут через недельку, это уже где-то 6 числа, ну, а сейчас надо отдыхать. Вам надо разобраться с какими-то обещаниями, вы вечно кому-то что-то обещаете, что-то вы всем должны, вы такая трудяга, этому надо, может быть, что-то одолжили и так далее, которые, но это не омрачит праздничное настроение, все будет хорошо, люди знака рыб, это, конечно же, будут давать правильные, нужные советы, ну, рыбы вообще любят командовать где-то, они все это делают с такими хорошими побуждениями, да, то есть они везде вмешиваются, но это неосознанно, ну, вот на этой неделе я хочу сказать, что вы можете встретить в коллективе или где-то будете тоже рыб, то есть вы можете быть неодиноким, и вот та вторая рыба, а вы ей вы можете обменяться какими-то своими советами, конечно же, будут некие контакты с друзьями и даже с соседями, все хорошо, Новый год уже на пороге, гороскоп обещает неделю с 30 декабря по 5 января такую, знаете, интересную, такую бурную, вот такое впечатление, что именно одного дня как раз и не хватает, чтобы встретить Новый год, ну, можете куда-то съездить, можете что-то запланировать со своим любимым человеком, можете встретить Новый год, я вообще всем рекомендую встречать Новый год дома, потому что это интересный год, это год переломный, и я думаю, что можно будет съездить еще, если вы куда-то захотите, но, а в целом жизнь ваша бурлит, все цветет, все крутится, все вертится, стол у вас ломится от яств, вы прекрасные кулинары, вы гостеприимны, вы умеете людей и друзей встречать, и, конечно же, умеете с ними ладить, к вам тянутся люди, а посему их у вас будет очень много вот в эту новогоднюю неделю, я удаляюсь, рыбы, мои дорогие рыбы, вам и себе, так как я все-таки тоже рыба, я хочу пожелать вам прежде всего здоровья, и здоровья по отношению прежде всего к себе, потому что мы очень часто его тратим на кого-то, мы созерцаем, мы беспокоимся, мы переживаем, сопереживаем, и я желаю, чтобы этот Новый Год, который мы с вами будем встречать, чтобы он у нас был прекрасным, чтобы весь год нас никто не беспокоил, чтобы у нас было так, как мы хотим, чтобы мы занимались тем, чем хотим, чтобы мы занимались любимым делом, чтобы наша работа приносила нам удовольствие, ну и конечно же, чтобы она приносила столько же денег, чтобы нам хватало денег, чтобы нам хватало финансов на все, на что мы хотим, на что у нас есть потребности, а если где-то что-то нам не хватит, то чтобы Вселенная вовремя и своевременно стояла уже с деньгами, скажем, с правой или с левой стороны, это уже не важно, самое главное, чтобы семьи наши были здоровы, чтобы мы были веселы, чтобы мы были позитивны, чтобы нам никто не омрачал нашего настроения, чтобы 2020 год был позитивным, хорошим, и чтобы мы жили, и нам хотело жить, чтобы мы ходили в гости, чтобы мы имели друзей, и чтобы нас ценили. Удачи, мои хорошие рыбы, и будьте, пожалуйста, как можно больше и дольше счастливыми.